Привет-привет, дорогой зритель! В игре Raid более 700 чемпионов разной редкости. Огромнейший выбор героев, который заставляет задуматься, а нужны ли они все на аккаунте, и какие из них будут самыми лучшими. В этом ролике покажу тебе мою подборку самых лучших чемпионов эпического качества. Составлю свой тирлист доступных и универсальных чемпионов. Кому-то топ покажется провокационным или банальным, об этом можно поспорить в комментариях. И самое главное, я дам лайфхак. Как получить некоторых чемпионов из топа бесплатно? Врываемся. Первый не на позиции топа, а просто по хронометражу Геомант. Да, я решил начать именно с топ Выжигателя Здоровья. Помимо грозного вида, у него просто шикарные способности. Ведь на А1 он накладывает штраф меткости 50%. Вторая способность снимает или крадет бонусы с цели под действием выжигания, а также уменьшает восстановление треки способности, если убивает цель. А на А3 ворует шкалу хода врага. Также накладывает выжигание здоровья и слабость. Но фишка тут в пассивке. Он отражает часть полученного урона в противников и уменьшает входящий урон по союзникам. Это самый желанный эпик на сегодня, но его же нужно правильно экипировать, верно? Экипировать такого чемпиона рекомендуется на скорость, меткость, защиту и здоровье. Проще некуда. По сетам можно собирать солянку, он не особо прихотлив. Из сетов используется скорость и расторопность, меткость, ну и сет реакций. Вообще сборок на чемпиона много, но это основное и проверенное. Но увы, получить его кроме как из осколков нельзя. Тайрелл. Универсальный чемпион с сильными дебафами. Причем его мы раздаем по бонусной ссылке в описании. При создании аккаунта забирайте Тайрелла и на 25 уровне второго эпика Айна. Но давайте о чемпионе. На А1 он дает штраф атаки, А2 дает штраф защиты и сон, если цель под дебафом атаки. И на А3 сокращает 50% шкалы хода врага и оглушает, если обнуляет шкалу хода. Маст хев чемпион, которого еще нужно правильно экипировать, но как? Из сетов рекомендую кражу жизни для новичка, скорость, меткость и расторопность. А набор характеристик тут немного специфичен. Поскольку у него крутые дебафы, ему даем меткость и скорость. Для выживаемости защиту и чтобы дамажил крит шанс и крит урон. Далее Димонесса Алюра. Идеальный чемпион контроля шкалы хода. Но больше подходит для лидгейма, так как ее нужно экипировать правильно. Она на А1 сокращает шкалу хода врага на 25% каждым критом. Дает врагам дебаф защиты и сон на А2. И А3 игнорирует 50% защиты цели. Из-за доп шанса крита ей можно выгнать всего 70% экипировкой. Из сета в экипировке подойдет сет скорости, расторопности, кража жизни и меткости. А по параметрам там все еще проще. Нужна меткость, скорость, здоровье и крит шанс. Простой и полезный эпик, которого очень легко экипировать. И получить ее можно из осколков призыва. Или по промокоду новичка. Вот этот промокод, который могут ввести все новички и получить чемпиона Алюра. Есть дополнительная мотивация создать новый аккаунт по ссылке в описании, получив два других чемпиона из подборки. А также ввести промокод и протестить лично Алюру вместе с другими чемпионами. Нужна ли она на аккаунте вообще и сможешь ли ты понять ее роль в команде. Хатун. Одна из топовых ускорителей для начинающих игроков. Но польза тут в другом. У нее сильная аура на скорость и хорошие способности. А3 сокращает шкалу ухода врага. А2 дает баф скорости и на А1 у нее дебаф скорости врагу. Крутой наборчик навыков. В целом это проверенный заливщик скорости команде. А применять можно даже в пвп, если нет достойного чемпиона с хорошей ауройной скорость. Экипировать хатун крайне просто. Берем сет скорости, меткости или расторопность. Ну и в статах ищем скорость, меткость. Защиту и здоровье для выживаемости. Получить чемпиона может любой игрок за первые 30 дней входа или достать из осколков призыва. Мордекай. Второй подборке топ выжигатель здоровья. Причем его очень просто получить. Позже покажу как. На А1 у него сокращение шкалы хода врага под выжиганием. На А2 опять сокращение шкалы хода. И на А3 накладывает выжигание здоровья и дает баф атаки на команду. Такого чемпиона нужно одевать в сеты скорости, расторопности, меткости и регенерации. Ну и по статам набор тоже незамудренный. Меткость для дебафов, скорость, защита и хп для выживаемости. Ну и сопротивление тоже будет не лишним. Получить такого чемпиона можно только из осколков. Но у меня есть секретный промокод для этого чемпиона. Он тоже для новичков. Рейд фуморд. Дополнительная мотивация создать аккаунт и испытать этого выжигателя в реальном бою. Но дальше будет еще больше чемпионов. Следующий в подборке великий галик. Эпик аналогично один из топ выжигателей здоровья. Все способности накладывают этот дебаф. А также дает себе баф атаки и сокращает шкалу хода врагов. Отличный эпик, который будет работать в большинстве пве контента. Но по сравнению с мордекаем он экипируется проще. Подойдет расторопность, скорость, меткость, ну и крит шанс. А по статам история очень схожа. Меткость для дебафов, скорость, хп для выживаемости и крит шанс ему не помешает. Получить великого галика можно двумя способами. Первый из осколков призыва с небольшим шансом. А второй, угадайте какой? По ссылке в описании можно бесплатно получить за регистрацию великого галика с ресурсами. И по достижению 25 уровня эпика заргалу. Забирайте, если хотите проверить этого чемпиона на прочность. А следующий чемпион, если вы еще не догадались. Заргала. Отличный дебафер и дамагер в одном эпике. Все просто и понятно. Сейчас покажу. Заргала на А1 накладывает дебаф слабость. А2 атакует дважды при убийстве цели. И А3 бьет по всем врагам и дает дебаф защиты. Лучше всего чемпион раскрывается в режимах, где больше одного противника. Чтобы часто срабатывала вторая способность. Экипировать рекомендую в сеты на игнорирование брони. Также сеты скорость или расторопность. Меткость и крит урон. В характеристиках максимально улучшаем меткость и скорость. Крит шанс, урон, здоровье, ну и атаку. Но зачем тратить время на ее фарм, если ее можно получить бесплатно за 25 уровень прокачки? Все просто. Открывайте описание, там есть ссылка на набор с великим галиком и заргалой. Дальше в подборке эпик Тараги Жабоморд. Эта жаба по моему личному опыту отличная груша для битья. Он и бафает союзников, и дает сильные дебафы противникам. Обычный удар на А1 накладывает дебаф атаки. На А2 провоцирует противников. Пассивка отравляет врага, если на противнике есть дебаф провокации или баф атаки. Она отравляет их. И А3 саппорт навык дает всем щит союзников, также обычный щит. При этом дает себе баф отражение урона и лечится. Как для новичка точно мастхэв. И для лейтгейма не менее полезен. Жабоморд экипируется в сеты скорости, расторопности, кражи жизни и защиты. И кстати, я рекомендую обычно самые простые сеты, которые можно легко достать, без всяких премудростей. Тараги довольно редкий чемпион, который выпадает из осколков призыва. Но новички могут бесплатно получить его за промокод. Вводите промокод FreeFrog, чтобы забрать этого эпика. Дрэха всесильная. Следующий топовый эпик моей подборки – отличнейший саппорт своей редкости. Она хорошо справляется с ролью исцеления и воскрешения. На А1 у нее штраф атаки. На А2 лечит союзников и накладывает пелену на тех, кто потерял хотя бы 1% здоровья. На А3 воскрешает союзника и накладывает густую пелену на 3 хода. Но и в дополнение ко всему, союзники по действам пелены будут получать отхил и увеличенное сопротивление. Как и у любого саппорта, приоритеты статов такие. Скорость, защита, здоровье, меткость и сопротивление. Экипировать рекомендуется в сеты защиты, бессмертия, скорости, расторопности и меткости. На данный момент получить их можно только через осколки. Но я готовлю для моих зрителей кое-что особенное. Так что подпишитесь на канал и поставьте лайк ролику, чтобы не пропустить ни одного нового чемпиона. Священник Армстронг. Топ эпик своей редкости по большинству мнений популярных блогеров. Ты, собственно, по моим предпочтениям, это отличный такой чемпион. Суть его это кража шкалы хода противников и заполнение шкал союзников способностью А3. Также полезным дополнением будет дебаф паразит на А1. Ну и дебаф защиты с А2 будет помогать союзникам наносить больше урона. Экипировать такого чемпиона нужно в сеты расторопности, скорости и меткости. А в статах собирается стандартный набор. Меткость, скорость, здоровье и защиту для выживаемости. Армстронг часто попадается в осколках призыва. Но сейчас вроде как до сих пор действует один промокод новичков. Супер Пауэрс. Если не работает, значит он закончился. Он тоже для новичков. Кто хочет провести его стресс-тест, welcome в описании по ссылкам. И вводите промокод на новом аккаунте. Фух, это была очень душная подборочка. Надеюсь, ты, зритель, согласен с подборкой, которую я собрал в этом ролике. Если нет, то пиши комментарий. Кого стоило бы добавить в эту подборку? Может я сделаю вторую часть, где будут только эпики. Ну, посмотрим как будет. А теперь перейдем к тирлисту. Я расположил чемпионов по шкале в зависимости от собственных впечатлений. Поэтому у меня тут нет низкоранговых номинаций. И большинство чемпионов в топе по рейтингу. Не знаю, может у тебя, зритель, свое мнение, как лучше их поставить. Тоже пиши комментарии, обсудим это. Ну, как тебе подборочка? Круто, что большинство чемпионов можно получить новичку буквально на старте. Их просто экипировать, и они относительно универсальны. Напоминаю тебе, что все ссылочки на чемпионов и промокоды в описании. Также заходи на канал, там есть ролики с подборками всех промокодов для новичков и старичков. А также рекомендую тебе посмотреть вот эти два ролика. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok